Русские новости 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 в Дагестане, в Калмыкии, в Башкирии, это 85-95%, ну чего просто не может быть, это тотальные подтасовки. Ну и вот закон больших чисел, есть разные способы анализа, ну вот здесь энтузиасты уже подключились, довольно хлопотное дело вносить все эти цифры, но есть такие, вот подключились, и вот перед нами распределение, число голосов за партию на участках с таким процентом голосов, и по горизонтали это процент партии на участке, то есть для каждой партии построен такой график, количество голосов в зависимости, то есть это распределение по участкам, по участкам. Понятно, что здесь вот из общих соображений должно быть такое колоколообразное распределение, и мы видим, для КПРФ и ЛДПР такое распределение есть, оно, можно сказать, совершенно симметричное, для справедливой России такого распределения нет, я думаю, что это говорит о том, что справедливой России довбросили, довбросили, и тут вот виден хвост, который относится к участкам с большим процентом голосов за справедливую Россию, здесь и находится вброс, а для единой России и вовсе очевиден вброс, причем массовый супер-вброс, здесь не то, что нет колоколообразного распределения, здесь есть какие-то феноменальные пики с огромным процентом голосов за единую Россию, то есть чем больше на участке голосовавших, тем больше проголосавших за единую Россию, ну такого не может быть, не может быть, может быть в целом вот по всей стране, скажем, вот какая-то партия более популярна, и вот все сдвинулось туда, в сторону единой России, но тоже распределение должно быть в виде колокола, а здесь ничего подобного нет, и вот то, что мы видим в правой части графика, это процент вброса, если мы мысленно дорисуем для единой России вот этот черный график до колоколообразного, то мы увидим, что количество голосов за единую Россию превышено, ну, наверное, не менее чем вдвое, не менее чем вдвое, где-то в два-три раза, точно можно посчитать там площадь под графиком, ну, в два-три раза, и когда нам говорят, что все было нормально, все было честно, во-первых, нечестно, потому что ни одной русской партии не было, поэтому русские не пошли голосовать, и правильно сделали, и в дальнейшем надо мозги поставить на место, нет наших на этих выборах, нечего и ходить, вот, будут наши, ну, тоже ведь могут обмануть, так же, как обманули с Мальцевым, и вот эти вот все потрясенные мозги, связанные с украинским, так называемым, национализмом, они побежали туда, это было голосование, конечно, не за русских, а за тех, кто обманул, за обман, и вот нас склоняли, чтобы мы в этом обмане участвовали, для чего это нам? Конечно, мы и не пошли, русские не пошли, и я очень рад, что Москва и Санкт-Петербург, как бы там, что там ни говорили, ни фантазировали по поводу состава, этнического состава этих городов, в основном это русские города, в основном это высокообразованное население, которое понимало, что это за выборы, и вот по независимым данным, которые опубликованы в Санкт-Петербурге, явка была 16%, в Москве была явка 19%, ну, естественно, что там подтасовки тоже были, и они тоже огромные, мы знаем теперь, что вся страна проголосовала против этого режима, и против всех его партий, потому что на этих выборах были только партии этого режима, никаких других партий, никакой конкуренции оппозиционной не было, нет оппозиции, ее нет, оппозиция это мы, тот, кто находится за пределами избирательных кампаний, те организации, которые выступали за бойкот. Вот абсолютный успех с нашей стороны. Еще один график я прокомментирую, это график зависимости голосов от числа явки. Здесь тоже мы видим, в общем-то, вполне здравое колоколообразное начало для каждой партии, вот мы видим и все находятся, все эти пики явки на одном и том же уровне, то есть вот это колоколообразное нормальное распределение, как, или там Гауссова иногда говорят, вот, ну, примерно, мы не можем точно сказать какое, но вот такое симметричное или почти симметричное распределение – это норма. Только для «Единой России» нормы не существует. Наука показывает, что «Единая Россия» фальсифицировала выборы наимасштабнейшим образом, может быть, из всех результатов, которые были на парламентских выборах до сих пор. Мы на этом должны стоять, мы должны разоблачать вот эту фальшивую политическую систему, и мы должны, в конце концов, ее уничтожить, установить в России русскую власть, проводить нормальные выборы, которые позволят всем представителям социально-профессиональных групп иметь своих депутатов в Государственной Думе, не партии, а социально-профессиональные группы. И тогда будет о чем говорить, будет о чем говорить, и тогда выборы не будут фальшивыми и не будут превращены в концерт, который морочит людям головы. Россия – русскую власть. Слава России!